Очень хорошую репутацию, играя на нём. Мы видели даже с командами, которые, казалось бы, непобедимыми во время групповой стадии. Когда они дожидуют Магнуса, бывают проблемы. Вот я говорю о игре VP против Na'Vi, конечно же. Ну, VP, насколько я знаю, это единственная команда вообще, которая отдала Na'Vi Магнуса. Ну, одна, я думаю, из многих. И проиграли. Сразу же проиграли эту игру. Ну, действительно, Na'Vi этого героя давать не стоит. Так, ну давайте пробежимся по банам. В банах у нас от Team Spirit, Магнус, Кентауэр и Снайпер. И, в свою очередь, Na'Vi забанили Лондруида, Виспа и Рубика. Но, опять же, Виспа очень хороший бан против Team Spirit. Все мы знаем, как на нём хорошо может исполнять ванскор. Тоже не стоит недооценивать этого персонажа. Так, ещё и Дума подбанили Na'Vi. Ну, это, скорее всего, персонаж, которым отыгрывает ФНГ. Тролль Варлорд также отправляется в бан от Team Spirit. И начинается вторая стадия пиков. Лайфстиллер Огромаг пока в рядах Natus Vincere и Слордар Урсу у Team Spirit. Ну, конечно... Ну, классный пик Урса, согласись. Да, да, пик Team Spirit пока выглядит посильнее. В том плане, что и Урса сильнее, как Кэрри персонаж, чем Лайфстиллер. Особенно под Слордаром, который вешает Коррозив Хейс и Урса просто разрывает оппонента. Это верно, это верно. Ну, Na'Vi есть ещё, как извернуться в этом драфте. Ну да, нужно набирать персонажей, которые будут позволять как-то кайтить Урсу. Огромаг, конечно, в этом плане неплохой. Как тебе дазл сейчас для Na'Vi? В принципе, неплохо выглядит. И плюс армор, который он может обеспечить при помощи ВИБа. И спасение Урса самого. И сам Грейв, да. Призадумались с Na'Vi. Ну, единственное, пожалуй, да, какой минус в этом выборе в том, что, возможно, контроля тогда будет не хватать. Придется добирать контроль в центр, контроль в сложную линию. Ну, в сложную по-любому нужен какой-то инициатор, потому что пока с инициацией всё плохо у Na'Vi. Вот и инициатор, да. Тот самый инициатор появляется. Бэтрайдер, которым будет играть Генерал. Все мы видели, как он отыгрывает на этом персонаже. Это, наверное, один из его сигнатурных героев. На нём он смотрится очень классно. И что немаловажно, то, что здесь у Бэтрайдера есть классная поддержка в видеогрмага. Это то, что любит делать Na'Vi. То, что любили делать Na'Vi ещё времён, там, артстайла, да, предыдущий состав. Они приходили вдвоём в сложную линию. Был какой-то герой, который разгонял хардлейнера, да, и просто уничтожали эту линию. И здесь Бэтрайдер под бафом угромага, под Бладластом, может себе это позволить. Забирать Дизраптора, Тим Спирит, мне кажется, очень хорошее решение против Бэтрайдера здесь в первую очередь. Лайфстиллера, правда, оно не очень контрит, но, с другой стороны, тут есть кому с Лайфстиллером разбираться. Вот, в ряды Тим Спирит. Четвёртый пик для Natus Vincere. Но сейчас пятёрочку, наверное, нужно, чтобы они забирали, ну, или Огармагу ставить на пятёрку. Огармагу, думаю, пятёрка будет всё-таки, да. Берут Лишака в четвёрку для Рэмэна. Неоднозначный очень персонаж, учитывая, что по поводу Рэмэна много разговоров ведётся. Но, на мой взгляд, это тот герой, на котором у Рэмэна всегда есть золото в четвёртой позиции. Это тот герой, который умеет зарабатывать, и Рэмэн умеет это делать, то самое главное. В общем, мне нравится такой выбор, учитывая, что хороший урон будет по тому же Урсе проходить. Ну, и тавер дэмэдж обеспечивает очень классный. Тавер дэмэдж дополнительный, да, да. Ну, то есть, пока у Нави особо тавер дэмэджа нет. Единственное, Лайфстиллер, наверное, способен пока только бить тавер. И Лишак как раз-таки дополняет. Да, и тут будет комбинация в последующем. Если вдруг Лайфстиллер возьмёт себе Дезолятор, например, то под Лишаком эти вышки будут падать очень удобно, действительно. То есть, ну, тут комбинирование хорошее получается у Нави. Да, единственное, что Лишак так себе герой против Урса. Всё-таки под Коррозив Хейзем, мне кажется, он будет просто с трёх ударов падать. Да, но тем не менее... Очень аккуратно нужно будет отыгрывать РМэну в этом случае. Именно, именно. Но тем не менее, и сам контроль против Урса может быть неплохим. Если вдруг ты под Сладар не подставишься каким-то образом, это в принципе реально. Можно, кстати, Лишаком, например, купить здесь себе... Иульчик какой-то. Иульчик. Ну, либо же, если говорить по дешёвых артефактах, то, наверное, подходит Госцептор, например. Ну, чтобы избежать фокуса. Да, да, да. Ну, да, да. Ну и Спирит. Под задумались. Причём это Урс, скорее всего, в кэри позицию. Вряд ли они поставят его в центр. Это в последнее время непопулярные вещи абсолютно. Ну да, и Нави могут очень хорошо на этом сыграть, если это Урса Мидл. Дарксир появляется для Team Spirit. Очень сильный боевой драфт. Комбинация шикарная. Под оглушение Сладара стяжка. Очень часто мы видим комбинацию этих трёх персонажей. Ну, всё, как ты сказал. Нужны Дагера на Дарксире и Сладаре. Дарксир влетает, даёт вакуум. Сразу же за ним Сладар даёт краш. И Дезраптор всё это накрывает сверху. В такой ситуации мне, правда, очень нравился бы какой-то спасатель дополнительный для Нави, по типу, как я уже говорил, Тазлом. Но, кстати, ещё есть ОД, Влад. Ещё есть ОД. Можно попробовать через ОД сыграть. ОД, кстати, здесь очень хорошо смотрится. Опять же, можно сейвить из-под фокуса своих тиммейтов от Урса. Опять же, ту же Урсу можно прятать на 4 секунды в драке и выигрывать очень много времени. Да, я с тобой полностью соглашусь. Тем более, что многих... Хотя нет. Ну, Снайпер в бане, Эмбер Спирит в бане. Я хотел сказать, что многих мидеров подбанили, но, в принципе, ещё остаётся Инвокер. Хотя Инвокер, мне кажется, будет хорош для Тим Спирит. Больше, нежели чем для Na'Vi. Согласен, согласен. ССФ для Na'Vi не очень хорошо смотрится. Ну, самый оптимальный вариант, действительно, вот то, что ты назвал. Вот World Devourer. Да, прошли команды очень нелёгкий путь через квалификационное сито. Очень-очень непростые были матчи, особенно если мы говорим о Na'Vi. Спирит в основном доминировали на квалификации. У Na'Vi был сложнейший первый день, да, если так говорить. Ну, не знаю. Вчера Спирит немножечко удручающе выступили, и это заставило задуматься, на самом деле. Мне Спирит очень нравились своими неординарными решениями. Фобос на героях неоднозначных, которых мы не привыкли видеть сложные линии. Он играет Спиритбрейкером часто, играет там Джакиру в сложные линии. Банят Тинкера. Спирит. А могут ли сами Спирит взять себе сейчас ОД, например? И лишить такой возможности Na'Vi? Ну, могут. Но, мне кажется, это не самый лучший выбор для них. Все-таки есть Лайфстиллер, который с этим ОД неплохо справляется. Опять же, особо сейва для ОД не будет. Вивера. И, похоже, это Урса Миддл? Или как? Ну, либо же Вивер Миддл. Ну, такое дело. Ну, мы не часто просто этого персонажа видим. Не часто. Но это не исключает. Да, в теории возможно, действительно. Ну, я не вижу, честно говоря, героя лучше, чем ОД. Здесь для Na'Vi. Я, пожалуй, соглашусь. Тинкер в бане. Инвокер может, конечно, быть инвокер. Но довольно рискованное решение будет от Na'Vi. И многое будет зависеть от Dendy, от того, как он сыграет. От позиции, в первую очередь, да. Вот когда на него атаковать, будет нужна очень хорошая позиция для инвокера. Да, сейва просто особого нет у Na'Vi. И, действительно, если инвокер подставляется, то могут быть большие проблемы. SF. Ну, тяжелая, тяжелая будет игра у Dendy, как по мне. Во-первых, тяжелая, потому что будут его в центре напрягать очень сильно. У него нет реально героя, которые будут позади его нормально спасать. Кроме Огрмага, который, скорее всего, будет помогать Битрайдеру. Вот, опять же, тут нужно разрываться будет Огрмагу. Ну, нет, я думаю, все-таки Огрмаг сделает фокус на middle в этой игре, потому что SF такой персонаж, которому нужна ранняя поддержка. И я думаю, что будет именно так. Ну, я думаю, что уже в скором времени мы все это узнаем. А в таком формате лучше поставить, наверное, Вивера в центр, чем Урсу, согласись? Да, конечно. Урса против SF довольно... С другой стороны, Влад, Урса-то против Битрайдера плохо, а Вивер хорош. Вот какое дело получается. Поэтому, скорее всего, Урса будет в центре у нас стоять, а Вивера взяли, чтобы он стоял с Битрайдером хорошо. На мой взгляд, именно этим было основное решение. Не исключено. Опять же, ну, при помощи Дизраптора там любой, любой герой может стоять. Да, друзья, не забывайте, что сейчас за игру будут падать очень крутые вещи для вас от наших партнеров. Market.dota2.net Вся информация на нашем сайте starluder.com. Перемещаемся потихонечку в игру. Это первая игра между Na'Vi и Team Spirit. Best of 3 противостояния. Нижняя сетка. И это будет, не побоюсь этого слова, эпично. Да, нас сегодня ждут очень хорошие матчи. Самые топовые СНГ коллективы у нас остались в квалификациях Virtus.pro, Team Spirit, Team Empire и Natus Wincer. Все матчи обещают быть крайне интересными. Ну и начинаем мы, собственно, да, с Team Spirit и Na'Vi. Да, я предлагаю немножечко пробежаться по игрокам, раз у нас пауза и нам позволяет время это сделать. Поговорим сначала о команде Na'Vi. PyCat сыграет на Lifestealer, Dendy на SF, R-Man на Лешраке, Beaver, OgreMag и General на Batrider. Да, и в свою очередь Team Spirit, Slardar FNG, OneScore сыграет на Дизрапторе, Iceberg будет играть на Урсе. Да, действительно, это будет Урса middle lane, DK Phobos будет играть на Dark Series и BZZ is perfect, он же 6-3-3 сыграет на Viver. Ну, несложно было предположить, что на самом деле Урсу поставят сейчас в центр, учитывая, что против Batrider он стоит очень сомнительно. А вот Viver как раз так с Batrider справляется на ура, и Batrider вообще по-хорошему лучше, наверное, на линии не соваться какое-то время. Может быть, пофармить есть смысл в лесу, если ему Viver помогать не будет. А ты верно подметил, что Biver нужно помогать Dendy в центре. Ну, Biver, кстати, уже выезжает на верхнюю линию. Да, у нас пробежался FNG, поставил Vard, мы это показали очень хорошо в центральной линии. И сейчас, кстати, генерал на этом Vard заметят, генерал сам пролетает с Vard. Да, уже пингует FNG, дает информацию своим тиммейтам. Также FNG поставил Dane Vard на топе, да. Обмениваются любезностями команды. Ну и что же, Darkseer, судя по всему, будет стоять соло, хотя Слардар, он же FNG, перемещается уже в сторону мида. Слардару придется, похоже, помогать тоже в центре сейчас на старте игры Урса, потому что в одиночку Урса не справится с ССФом и Огр-магом. Его будут прогонять. Ну такое, честно говоря, ты знаешь, хоть Огр и довольно плотный персонаж, но вот как раз-таки от Урса он очень сильно проседает, даже на первых лавалах. Это верно, это верно. Но речь о том, что нужно как-то крипов добивать и просто будет напрягать само присутствие двух персонажей в центре и постоянных арас по Урсе. Поэтому какая-то поддержка от Слардара не помешала бы. Плюс это может помешать самому СФу добить крипов на старте и не разогнаться, не набрав душ. Так что, в принципе, мне кажется, у нас будет баталия 2 на 2. Вот стартовая такая стандартная баталия. Да, не исключено. И, кстати, смотри, Ромен начинает с миды, блочит крипов. И не исключено то, что мы увидим Лешак СФ на миде, нежели Огр СФ. И Огр идет в оффлайн. Да, да, да. Вот такое решение от команды Na'Vi. И мне оно, честно говоря, нравится. Потому что по-хорошему поддержка нужна генералу в сложной. Он ведь может там стоять, если будет поддержка. Ну, просто против Вивера не постоишь один на один. Тем более с Дизраптором. А вот как раз таки с поддержкой попытаться можно. Ну, даже не попытаться. Убивать можно Дизраптора без особых проблем. Вивер все-таки не такой герой, который может чем-то защитить своего тиммейта. С Лендри так неплохо Стардара подбили. Он сыграл агрессивно на старте достаточно. Ну, и... Ну, два рейнджовых героя все-таки. И два милишных, в свою очередь, у Тим Спирит. Им сложновато как-то размениваться по ХП. Верно, верно. Ну, видим мы, что вверху тоже линия достаточно пассивно стартовала. Дизраптор там даже отвод сделал. Вроде как получилось. Не помешал. Ну, да. Странно, что Бивер не забрал крипов. А вот вроде забирает. Но нет, не выходит. Не выходит у Бивера. Так. Айсберг на миде разминает Дэнди довольно серьезно. Дэнди вынужден выпить сальву. Вот с нами себе. Очень важно Дэнди будет ботинок. Достаточно быстро принести. Желательно, чтобы Урса не добирался до него. Нужно как-то нормально Дэнди крипов добивать. Текайте Тюрсу при всем при этом. Задача не из легких. Да. Тут, по сути, очень важно, кто раньше купит ботинок. Если Айсберг купает ботинок первым, то у Дэнди могут быть серьезные проблемы. Да. ФНГ заметили в своем лесу Нави. Не совсем, кстати. Я понял выбор РМНа. РМН себе берет Лайтнинг Шторм на втором левеле. Не хочет он раскачивать своего персонажа через Диаболик и Дикт. А ты знаешь, вполне вероятно, что он возьмет потом в три Диаболик просто после этого. Не исключено. Так, выход от ФНГ в спину. Дэнди. Возможно, мы сейчас увидим первый фраг. Так, стан по РМНу. Будут пробовать забирать Лешака. Отличный блок. И ФНГ должен добивать, да? Ферст Батт для Тим Спирит. Вот при всем при этом Нави прекрасно видели. И наверху-наверху Бивер также может погибнуть. Но нет, использует стики. Не хватает дэмэджа у Безезей Сперфект. Да, ну и на первом уровне время остановления Шукучи 12 секунд не позволяет это Биверу. Мобильно. Действовать, догонять Бивера. Но Дэнди, кстати, смотри, он тоже не торопится себе брать ботинок. Он решил, что ботал ему важнее. Как бы это не сыграло с ним злую шутку. Посмотрим. Посмотрим на решение Дэнди. Да, есть у него немножко на ботинок. Но и правда он его не приобретает. На нижней линии посмотрим за дракой тоже Фобоса против Пайката. ХП тут оба просели. Устается у одного Салва, у второго три танга. Поэтому пока тут вряд ли кто-то кого-то убьет. В ближайшие минуты. Да, все-таки Лайфстиллер довольно хорошо справляется с Дарксиром. У него есть Рейдж, при помощи которого он может блокировать урон с Айншелла. И довольно неплохо размениваться по ХП. Но ФНГ тем временем уже выезжает. А, он сначала заберет баунти руну и решает все-таки вернуться в мидл. Я думал, он захочет помочь Дарксиру. Все-таки есть возможность развести сначала Лайфстиллер на Рейдж, а после этого уже его и убить. Так вот, в предыдущем эпизоде, когда ФНГ выходил в спину из леса команды Na'Vi, они тоже прекрасно видели, как он там ошивался. Они видели, как он стоял на варде. Причем вот примерно та же самая ситуация была. Правда, сейчас Na'Vi сами в атаку идут. Два героя под смоком. Бивер и Рмен готовы выходить на Урсу. Оглушения нет. Ну, это плохо, на самом деле. Да, у Гермага... Потому что вряд ли сейчас... Да, вряд ли сейчас спанут Айсберга. Рмен пытается достать, но не попадет. Станом очевидно, что Рейджа не хватит. И Дезераптор прилетает. Бивера блокируют. Но на развороте не пошли драться с Лордар и Урс. Урсов-таки хиндпоинтов не так много было. Генерал... Странно, почему не хочет забрать баунти-рону. Вот в итоге забирает. В центре. Проблема у Дэнди. Закрывают его в кинетик филд. Подходит ФНГ. Классное оглушение. Дэнди забирают. И Бивер. У Бивера тоже неприятности. Да, и Бивера должны убивать в этом эпизоде. Еще парочка ударов от Урсы. Через удар и Эршок. Даблкилл для Айсберга. Отличная работа от команды Спири центральной линии. Еще становится 3-0. Нави страдают. Не работают саппорты. Как-то вот требует ситуация. Ну да. Все-таки, когда у тебя такая пара саппортов... Так, у нас тут Бивер. Скорее всего, погибнет еще раз. Очень ошибается. Как по мне... Ну, нельзя все-таки так фидить Урсу. Она прикупит себе очень быстрый блинк даггер. И начнет доминировать всю карту. Очередной килл для Айсберга и Киллинг Спри уже у Богдана. Да, старт для Айсберга шикарный просто. И что нужно заметить... Сейчас, конечно, забрали Слардара. Но размен явно не в пользу Нави, как бы там ни было. Да и Дэнди ничего не получает. Абсолютно. То есть Дэнди вот по крипам 17 на 7 идет, в то время как курс 2-4 на 2. Да, и довольно низкий левел у СФ. Если бы у него был хотя бы левел 5, он мог бы уже уходить в лес. Как-то пытаться вернуть все упущенное через лесной фарм. Возможно, Огру стоило бы как раз подстакать леса для СФ. Для того, чтобы он имел возможность вернуться в игру и продолжил разгоняться. Да, ну заметь, пока что дела хорошо у Пайката. Вот это, пожалуй, светлое пятно у команды Нави сейчас. Не идеально, но тем не менее он лидер по крипстату. Сейчас на него оттака готовилась. Да, не получилось. Так бывает. Хотел он поймать Лайфстилера. Думал, что Пайкат влево будет уходить. Но Пайкат влево в валении. Тяжеловато все-таки Лайфстилера здесь убить. У него есть рейдж, который он не тратит. Кстати, у Лешрака будут проблемы, потому что ФНГ под Айншелом выдает оглушение и забирает Ромена. Ух, в каком же нелегком положении Нави на старте этой игры. Их гоняет по всей карте, причем гоняет по сути один саппорт. Да, и честно говоря, это для них очень плохо, потому что у них агрессивные саппорты. Они сами, по идее, должны задавать темп игры. Но получается так, что Спирит доминирует. Слушай, Базазой гореет очень сильно от Генерала. Откатились Шукучи. И вроде как убегает Вивер. Да, но у него еще много стиков было. То есть, там вряд ли Генерал бы его убивал. Но достаточно опасно было. Заметь, Лешрак таки не пошел в Диаболик. Он пошел еще одну прокачку с Политорса. Да. Странный, странный выбор у Тарамена. Все-таки, мне кажется, что Лайтнинг Шторм это довольно слабенький спел сейчас. Вверху Драка вновь связалась БЗЗ. Пытается убивать Генерала. Генерал в ответ немало урона наносит. Ой, как горит сильно БЗЗ. И догорает. Хороший фраг для Нави. Да, причем, заметь, вот очень важный момент в раскачке Бэтрайдера в два флеймбрейк. Не часто мы это видим, но это вещь очень полезная против того же героя, как Вивер. Потому что горит все-таки, тики вот эти вот, хотя дотикали. Это очень полезная вещь. Действительно. Да, он очень много урона наносит. Ну, то есть, действительно, у Бэтрайдера очень важная комбинация спелов. Очень сильная, точнее, комбинация спелов. Стики на памп, плюс флеймбрейк и файрфлай. То есть, когда ты уже на стакиваешь четвертый, пятый стак. Так, что файрфлай, даже пусть он прокачан в один или в два, что флеймбрейк наносит очень большое количество урона. Именно за счет напалмов. Да, совершенно верно. На верхней линии Нави справляются, более или менее. Генерал, вроде как, с вылени неплохо отстоял, получается. Еще и убийство сейчас совершили Нави. 1-0 у генерала, по фарму все неплохо. Да, по крипам, опять же, 31-12 у Вивера, 26 на 3 у Бэтрайдера. Да, динаев довольно много у Вивера, но все равно. Генерал фармит, получает левел. Это то, что нужно сейчас для Нави. Ну, кстати, смотри, он решает себе купить барабаны первым артефактом. Мне не кажется, что это хороший выбор, опять же. Нужен быстрый блинк, потому что у Нави единственный инициатор – это Бэтрайдер. Если у Бэтрайдера будут ранние барабаны, могут вообще Тим Спирит и не дать генералу докупить этот самый блинк. Так, у нас тут выход на Ван Скоро. Но... Да, Глимс еще такой для уверенности, скажем так. Ну да, да, все-таки, чтобы перестраховаться, не отдать лишний фраг своему оппоненту, поскольку Тим Спирит начали очень и очень хорошо, и сейчас фидить ни в коем случае нельзя. Кстати, ФНГ находит вард. Мы не говорим об этом, но стоит выделить также ДК Фобоса у команды Спирит. Сейчас он уже лучший крипстат на карте имеет, и при таком разгоне Дарксир становится очень опасным оружием. Это очень быстрые утилити артефакты для команды, это очень быстрые уровни для Дарксира, что в драке является ключевым здесь. И опасно будет Нави драться против коллектива Спирит с таким Дарксиром, у которого очень быстрые уровни, очень быстрый фарм. Да, он, кстати, решил выйти в Доминатор, не покупать Мекку первым артефактом, как мы привыкли видеть. Ну, сейчас частенько Дарксиры, на самом деле, берут Доминатор, поскольку артефакт все-таки больше такой утилити, как ты и сказал, и не стоит его покупать на кэри персонажей, все-таки ты тратишь лишние деньги на то, чтобы получить не так уж и много бонусов. Да, и что немаловажно, вчера мы обсуждали с Кириллом, когда комментировали, он говорил, что Пабе попадался против Дарксира, который давал вакуум под Кентавра постоянно. Это очень бесило, да, это тоже комбинация, которая, по идее, работает. Дэнди оглушил его ФНГ, подтягивается в анскорке, на тикфилд хороший, Дэнди дерется, Дэнди понимает, что он сильный, убивает в анскора, отличная работа от Дэнди, можно бежать, Айсберг не догоняет, подходит сюда, лейстирует, но не прожимает рейдж, лайфстиллер, и Айсберг просто разбирает Дэнди, делает телепорт, но решил отменить телепорт, судя по всему. Ну да, нет смысла тоже Айсбергу отсюда далеко убегать, так бы он потерял очень много времени, а сейчас продолжит просто фармить на миг. Интересно, вот на самом деле, то, что немножечко не успел рейдж прожать, лайфстиллер. Интересно то, что Айсберг покупает себе доминатор, в то время как Дарксиры также себе покупают доминатор. Не совсем я понимаю выбор сейчас. Да, в принципе, мне кажется, доминатора много не бывает, вот если так уж смотреть на эту ситуацию. Ну, просто он не так много статов дает сейчас, поэтому ты тратишь довольно много денег, в основном на Ауру, а Аура будет от Дарксира, так, на ФНГ, здесь нападение в миде. Неточный, неточный Shadow Raze, но, скорее всего, ФНГ должен даже погибнуть. Нет, не хватает урона. Стопаем Али Урсу. Ха-ха. Хорошо, Дэнди делает фраг, сбивает Стрик с Айсберга и получает довольно много денег и опыта. И, в принципе, возвращается в игру. Да, ну, что может еще дать доминатор Урси? Урси дает доминатор то, что можно там как-то Рошану убить, но, как ты правильно подметил, когда есть доминатор у Дарксира, то можно и с его крипом это сделать. Ну да. Так что да, где-то ты тоже прав. Ну, ладно, не критично, в принципе. То есть доминатор-то полезные статы дает, но можно было бы, наверное, просто выйти в быстрый даггер, и СФ очень уязвимый персонаж, можно было бы за счет этого серьезно сном более. СФ, посмотри, сколько урона Пуэрмена наносит, и успевает его убить до телепорта. Казалось бы, практически нет шансов на это, но не подоспел. Вовремя Огр. И Тим Спирит забирает Рошана. Да, для Лешака все, конечно, довольно грустно. Ну, не знаю, кстати, почему ребята из Тим Спирит не стали ждать шестого левела Слардара. Ну, видимо, решают, что и так могут спокойно убить. Нет смысла тратить время, пока нави дают, пока есть пространство. Можно забрать этого. Большого каменного парня. Забирает Айеги Сайсберг. Уже 10-й левел Урса. И идут в мид. Пушит так у нас Глимс. Должны убивать Огр-мага. Бивер довольно быстро погибает. Также проблемы есть у Пайката, но пока Пайкат прожимает рейдж, и в принципе нормально себя чувствует. Да, но Спирит дальше идут драться. Ой-ой-ой, Дэнди. Подходит ФНГ. Хорошее оглушение. Аншел работает. Рэмэн в ответ. Хорошее оглушение по Дезраптору и Слардару. Но у самого Рэмэна могут быть неприятности. Лассо от Бутрайдера по Дарксиру. ФНГ еще раз подбегает. Под бун персонажем выдает краш. ФНГ все-таки добивает Дэнди. Но подходит Пайкат. И на развороте разбирается с одним и с другим. Но Урса теряет Айегис. Вернулся Вивер на таймлэпс. Появляется Айсберг вновь. Хватит парням из Нави урона. Вивер добивает все-таки Рэмэна. И у самой Пайката будут проблемы. Пайкат играет Армлетом. Здорово. Был Глимс. Но не самый успешный для Дезраптора. Выигрывают Драку все-таки Спирит. Теряют Айегис, теряют Слардара. Но убивают трех персонажей команды Нави. И забирают Т1-лышку. 5-10 счет становится. Старт, конечно же, за командой Спирит. Да, Пайкат прилетает на мид. Хочет цепануть Айсберга. Но Айсберг просто прожимает Enrage. И спокойненько уходит. Да, можно посмотреть графики, я думаю. 2000 преимущества у Спирит, как и предполагалось. Небольшое, но ощутимое преимущество, как бы там ни было. Но учитывая, что Нави играют в двух кэри, неплохих весьма кэри, и хороший контроль по типу Битрайдера, то в теории для них это не страшно абсолютно. Да, опять же, есть Огрман, который довольно серьезно разгоняет этих core персонажей. То есть, да. Ну, 2000 это... Ну, что ты купишь на 2000? Даже если на одном герое будет сконцентрировано это преимущество, это деньги на яшу. Слушай, Вивер вверху. Атаковал Ромена, но получает оглушение в ответ. Ромен был точным. И Вивера заберут. Ошибается, да. Безейс перфект. Отлично, кстати, сыграл... Пайкат, да. Пайкат, да. Сделал инфест, но, в принципе, Бивер его и так, судя по всему, добил Игнайтом. Или вообще Орбов Веномом его добил. Ну, там одновременно работал и Игнайт, и Орбов Веном эффект. Так, снизу должны убивать Дарксир. Очень быстро убивает Декафобоса. Генерал также чейзит за FNG. Нужно добить этого троля напряжного. Да, кстати, 125 золота. Шадоу Рейз есть у Дэнди. 125 золота за него получит Дэнди, если добьет. Не пошел Дэнди. Возможно, опасается того, что кто-то будет атаковать сейчас его. Ну, и не зря опасается Глимпс на Дэнди. FNG сейчас будет давать краш. Ванскор также накрывает, кстати, к штормом. Подходит Айсберг. Но Дэнди пока что жив. Дает ультимейт на развороте. Неплохо работает все это по Слардару. Он погибает. Ванскора тоже заберут. Но Урса прыгает на Дэнди. Добивает его. Впивается еще и в Битрайдера. Урса прожимает энрэйч. Но его кайтят. Очень здорово. Горит Вивер. И Вивера заберут, скорее всего. Один удар нужно сделать. Но не удается. Это Битрайдеру. Тем не менее, забирают Айсберга. Отличная работа от команды Na'Vi. И БЗЗ возвращается. Но возвращается прямо на фэрфлай. Чуть было не погиб. Ну, скорее всего, БЗЗ тоже погибает. Да, отличная драка для Na'Vi. Ну, и ошиблись. Ошиблись все-таки Тима Спирит. Очень сильно дайванули. Заняли плохую позицию. Na'Vi этим грамотно воспользовались. И сделали аж 4 килла в размен всего на одного СФ. То, что СФ погиб, конечно, это не очень приятно. Да, и вот смотри, Влад, какая штука. Что я хочу у тебя спросить. Не кажется ли тебе, что в такой ситуации и правда было бы уже намного приятнее, когда у Драксира была бы, например, Мега та же? Вот, к примеру, да? Без Меги дрались ребята из Тима Спирит. Она бы здесь очень помогла. Да, определенно, это ошибка. Либо Урса должна была брать даггер, чтобы была какая-то инициация от Урса, чтобы можно было бёрстить того же самого СФа, отнимая очень много урона у команды Na'Vi. Ну, то есть СФ, он когда находится под фокусом Урсы, ну, ничего такого сделать не может. Или же Мега на Драксире. Перемудрились с ресурсами просто. Ну да, да, да. Ну и это очень важно на самом деле, потому что стартовые деньги и стартовые артефакты, это вот, наверное, самое важное, что есть в игре. Беттрайдер под Firefly ищет себе жертву. ФНГ может быть, кстати, жертвой Беттрайдера как раз таки. Видит он Слардара. Ну, кстати, есть деньги на блинку у Беттрайдера, но пока генерал ещё не купил заветный артефакт. И посмотри, какое перемещение от команды Спирит. Как только увидели Беттрайдера в верхней части карты, вся команда моментально перемещается туда. Но Нави-то видит всё это. У Нави есть хороший вард, который палит перемещение оппонента. И Беттрайдер с Лешаком отходит. Не удаётся Тим Спирит никого забрать. А тем временем внизу спокойно фармит Пайкат. Да, пока Тим Спирит теряет время. Я вот что хотел сказать. Они собрались с пятером на верхней линии. Особо линию эту не пушат, но вот только начинают это делать. Глиф был использован командой Нави. Беттрайдер взлетает. Внутри него Лефтиллер. Инфест использован был. Беттрайдер инициировал, но не поймал никого в Лассо Урса. Не пострадал при этой инициации. Никто почти не пострадал из команды Спирит, но отойти стоит. Кстати, через секунду будет Даггер. Можно попытаться Вивера схватить. Так и делает Беттрайдер и знает, что Глимса нет-то. Отлично. Два рейза даёт Дэнди. Забирает фраг. Так, ванскор. Может быть погибнет, но успевает на последней секунде сделать телепорт и не добивает его Пайкат. Заметь, как сыграл Беттрайдер. Он, возможно, мог где-то там кого-то выдать Лассо при первой инициации, но не стал. Я заметил. Потому что знал, что есть Глимс. И второй раз, когда Глимса не было, откатился Даггер на второй инициации, второй волной. Они убили героя. Да, да, генерал очень грамотно разыграл. Сначала мне показалось, что это было немножечко странно, но когда ты об этом подумаешь, то получается очень круто. Так, Слардар. Да, он просто продолжил стакать Напалмы, чтобы враг далеко не отошёл. И просто ворвался со второго Блинк Даггера. Так, айсберг напал на Биверну. Тоже понимает, что давить глубоко не стоит. Может быть, он наказан в свою наглость. Ты знаешь, вот сейчас я смотрю, четвёртый уровень оглушения уже у Лишрака. И в таких драках дополнительный радиус, он не лишним абсолютно является. Да. Это 100%. С учётом того, что есть три милишника у команды Сбирит. Да, 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 да. Можно найти логику в любом, в принципе, действия проигрока, если вот постараться. Ну и смотри, да, РМН начинает уже Диаболик и Дикт брать, уже есть третьего левела, что позволяет довольно неплохо забирать товара в команде Na'Vi. Но, правда, пока нет возможности напирать на эти самые товара. Да и фармит очень неплохо РМН, согласись. 3200 по общей ценности сейчас весьма неплохой показатель. Да, опережает его Слардар, но какой старт имел Слардар? И, кстати, РМН покупает себе Баглер. Возможно, это будет Мека на Лишаке. Возможно. Na'Vi заходит. На Вард, на Вардик видно. Ну, да, тут. Ну, они для этого и заходили. Ну, да, я так понял, что да. Кстати, Дизоль уже у Пайката, у него очень много демеджа. Любой герой, который попадает под фокус лайфстилера, умрёт буквально за 4 удара. И что немаловажно, помимо этих убийств, можно ещё и вышки быстрее забирать сейчас в команде Na'Vi. Да, мы уже на драфте обсуждали с тобой это. То, что Лишак и Урса, ой, Урса, лайфстилер с дезолятором, могут нереально быстро пробивать товара. Но Na'Vi пока очень аккуратно играет, занимает вражеский лес. Team Spirit, я думаю, это всё прекрасно понимают, где находится команда Na'Vi. Использует скан, но не находит своего соперника. И, возможно, продолжит дальше движение по лесу. Да, и вот нам показывают наши режиссёры замечательный смок от команды Spirit. Возможно, готовилась атака на верхнюю линию, но никого из Na'Vi там уже нет. Увы и ах. Да, как-то странно пока действует Spirit. Смотри-ка, они просто стоят на одном месте, в смоке ничего не предпринимают. Да и Na'Vi прекрасно понимают, что происходит, учитывая, что никого на карте вовсе нет. Они спокойно занимают позицию у своей святыни. Прожимают сами смок. Возможно, готовится какая-то драка около Рошана, учитывая, что время уже поджимает. Скоро Рошан должен появиться. Да, очень вовремя, кстати, поражали смок. По идее, не заметили этого ребята из Spirit. Не должны были, не должны были. Да, крип с Доминатора прибежал туда буквально двумя секундами позже и смок не был. Он был ниже, да. Он был не на хайграунде. Не был замечен. Ну и Na'Vi тоже, кстати, смотри, не торопятся, не предпринимают каких-то неаккуратных действий. Вот, смотри. Просто охраняют СФу. Дают СФу пространство, дают СФу фарму. У Dendy тем временем уже появился БКБ. А ты посмотри, что появилось у Darkseer. Появляется даггер. Теперь два даггера и инициация Spirit выглядит поинтереснее. Но, как ты верно подметил, под все эти инициации появляется БКБ у СФа. Да, но тут важно позицию держать для Na'Vi хорошую. То есть подставляешь СФа одного с БКБ, остальные герои должны ставить рядом, но при этом не в области действия вакуума. И что СФ, что Na'Vi может подставляться? Мне кажется, даже Na'Vi лучше, чем СФ, потому что его сложнее, на мой взгляд, будет убить. Хотя тут что-нибудь, что-нибудь другое может умереть, если все хорошо и быстро выдадут Spirit. У них, в принципе, быстрого урона хватает. Вышку забрали. Na'Vi, это Т2. В свою очередь, Spirit даже до Т1 еще внизу не дошли. Сейчас Na'Vi такое чувство, что загнали своего оппонента в угол. Как будто волнуются Spirit, как будто не знают, что делать, и немножечко растерянно выглядят. Забирают Т1 вышку, но, тем не менее, позиция у Na'Vi на Roshan выгодная. Да, Roshan, кстати, в скором времени появится. Na'Vi обязательно нужно его контролить. А вот тут стоит выбор, кстати, перед командой Na'Vi. Отдать Т2 вышку внизу и забрать Roshan, либо же пойти на Т2 вышку внизу и отдать позицию у Roshan. Мне кажется, лучше забрать Aegis. Все-таки, если Dendy будет с Aegis, то очень сложно вообще что-то будет сделать команде Spirit. Вот, мне кажется, Na'Vi грамотное решение принимает. Они еще могут Т1 в центре забрать. Знаешь, тогда это будет намного больше. Да, смещается Team Spirit. Ага, тут скан отличный проюзали Na'Vi. Понимают, что на алтаре находится их оппонент. И смоук от Spirit, да. Ответный получился. Ну как ответный? Ответный на скан, если так говорить. И остаются в этой позиции Spirit. Но Na'Vi понимают, откуда их оппонент будет заходить, скорее всего. Сами заходят на Roshan. Ой-ой-ой, это может быть ошибка от Na'Vi. Узкий проход. Но посмотри, Бивер встречает. Он будет первое встречать, и он дает оглушение по Урсу, чтобы он не ворвался. Сразу же получает немало урона Айсберг. Хорошая стяжка под оглушение получилась. Но не идеально. Не идеально было использовано. Пайката, тем не менее, убили. Генерала тоже забирают. Дэнди дал ультимейт и заберет в ответ Урсу. По идее, вместе с Арменом. Да, Урс погибает. Поймали Огармага. Огармага забирают тоже Team Spirit. Погоня за Вивером. У Вивера есть TM Labs, но пока использовать его не стоит. И Na'Vi продолжает бить Roshan. Пайкат с Байбека. Пайкат вернулся в драку и сделал, наверное, правильное решение. Учитывая, что Na'Vi ослабли здесь. Подходит Spirit. Rage прожимает Пайкат. Но Roshan'а бить уже, наверное, и не стоит. Нужно подумать, как обыграть эту ситуацию в команде Na'Vi. Дэнди вернует. Дэнди БГБ прожимает только сейчас. Лейфтиллер после Байбека отправляется в таверну. Или не отправляется. Прыгает Дэнди. Поспешили мы с выводами. Пайкат выпрыгивает. Но его поймали на Глимс. И все еще живет Пайкат. Да что ж такое? Ну, было бы обидно все-таки погибнуть Лейфтиллеру дважды. С учетом того, что он потратил деньги на байбек. Ну, и потерял очень много денег за смерть. Тут в смаке Na'Vi заходят на Roshan'а. Ну, добивать пока не станут. Для Na'Vi, мне кажется, опасный момент очень. Поймали Вивера. Вытаскивает его Бутрайдер. Лейфтиллер впивается в Слардара. И должен добить его вакуум неплохой от Дарксира. Но без поддержки оказался этот вакуум. Вернули. И Вивер внул себя на таймлапсе. Но поймал оглушение после этого. И его сейчас заберет Рмен. По идее. Или нет? Не хватает урона. Чуть-чуть не хватило буквально. Да что ж такое? У нас эти гонки, кошки-мышки. Том и Джерри просто в прямом эфире. Все равно Roshan'а должны Na'Vi добивать. Очень грамотно сейчас действует украинская команда. Да. И Roshan для Na'Vi. Пайкат берет Aegis. Много заплатили, конечно, Na'Vi за все это. Ну и Spirit тоже потеряли довольно много времени и ресурсов. Тоже героев было убито от Na'Vi. То есть, опять же, несмотря на то, что Пайкат сделал байбэк, потерял достаточно много денег. Все равно выигрывают в этом эпизоде ребята из Natus Vincere. Забирают также еще Т1 Tower. И, в принципе, возвращают себе потерянное Пайкат. Да, и вроде как неплохо Na'Vi позицию держит обычно в драке. Вот заметь, после вакуума мы не видим краша сразу туда же. Мы не видим static storm. Он был в последней драке, вот с самого зарождения на Roshan'е. Но там был Rage у Лейфстилера. Там было БКБ у СФ после. Правда, СФ даже не нажимал его в первой драке. Нажал его уже по цветыне, по сути. Ну, там, конечно, большая заслуга Бивера. То, что он классную позицию занял. Он встретил Урсу, дал оглушение, не дал прыгнуть Урсу и моментально кого-то забрать. Да, но и при этом спалил местоположение вообще выхода команды Spirit. И поэтому Spirit... Слушай, Ромена заметили, похоже. Но атака не последовала. Вот, и поэтому команде Spirit не удалось нормально ворваться. Лайфстилер поражал Rage. И Na'Vi удалось подраться довольно хорошо. Но вот в следующей драке может быть гораздо все хуже. Потому что комбинация это очень сильная. Если Team Spirit удастся напасть как-то незамеченными. Ну, то есть, если Na'Vi не поймут, с какой стороны Team Spirit выйдут, то могут быть большие проблемы, конечно. Появляется Bashar у Лейфстилера. Хорошее приобретение. Ну да, и пика на Dendy. Действительно, сейчас у Na'Vi хватает кайта. Вот, кстати, вот это замечательный артефакт. Гоним. Для Урсы. Здесь хватает контроля у Na'Vi, после которого желательно прожимать Rage. Тот же Бэтрайдер. Даже по следующим эпизодам. Да, тот же Бэтрайдер. Можно из ультимейта выпрыгнуть. Нормальная история абсолютно. Счет 15-14. 27-я минута игры. Это нижняя сетка СНГ квалификации на киевский мейджер. Друзья, Na'Vi против Spirit. Пока что преимущество игровое у команды Na'Vi. Но невелико это преимущество. Всего лишь 3000 по золоту. С другой стороны есть Aegis. Тут можно, на самом деле, переворачивать игру и с 10-тысячным преимуществом, и с 15-тысячным. С такой комбинацией. Да. Что у Spirit, что у Na'Vi есть хорошая камбэк-система. Spirit нужно дать очень классный прокаст. С Лордаром и Дарксиром. Так, у нас нападение на Бетраидера. Да, но хорошее оглушение от Армена в ответ. Прыгает Пайкат. Пытается бить Вивера, но это безрезультатно. Но, кстати, Дизраптор-то забирает Пайкат. Переключился на нужную цель. На более легкую цель, я бы даже так сказал. Да, еле-еле так же убегает Вивер. Он же БЗЗС Перфект. И должны добивать Т2 Тауэр. Без сопротивления на Тусвинца. Аегис по-прежнему имеется на Лайфстиллере. И, скорее всего, это будет заход на Хайграунд. Должны немного хотя бы побить Na'Vi вышку. Да, и довольно быстро ее пробивают. Глифа, кстати, у Spirit нет. Бетраидер с Лассо, но не стал использовать Лассо на Урсу. Прекрасно понимаешь, что Урса снимет это Лассо при помощи Аганима. Зонировал оппонента. Урса начал убить. Получил оглушение сразу же. Поймали его так же в Лассо. Пайкат. Да, еще и БАШ проходит по Урсу. Добивают Урсу. Дэнди под БКБ. Прогоняет Ванскора. Шадоу Рейза нет, чтобы добить Ванскора. А дальности атаки не хватает. Кстати, пика была у Na'Vi, у Дэнди, но он не пошел. Ну, было бы слишком рискованно. Если бы он дайванул, еще могли использовать святыню. Да, соглашусь. Все, Na'Vi свое дело, в принципе, выполнили. Они забирают... Ой, хотели вернуть, кстати, Лейстилера. Но, понятное дело, Рейдж прожимает пайкат. Na'Vi забирает нижнюю линию. Да, как и предполагалось, с таким преимуществом небольшим даже Na'Vi смогли. Драку хорошую построить для себя. Спирит пока не все удается. Ну и еще раз повторюсь, не так просто это сделать. Учитывая, что Бэтрайдер постоянно тоже нарушает строй команды Спирит. Не дает им нормально действовать. Лишь Рак отыграл в этом моменте просто шикарно. Вспомни это оглушение, когда начали Бэтрайдера бить. Да, да, по двум персонажам. На самом деле, этот стан вообще всю драку решил. Если бы зафокусили Бэтрайдера, то я думаю, что Спирит бы погнали просто в дальнейшем Na'Vi и перебили бы всех их по одному. Потому что Урса очень любит как раз таки, когда все разделяются. Она может впиваться в одного персонажа, очень быстро его фокусить. Ну и Na'Vi, на самом деле, очень нагло зашли на хайграунд. Несмотря на то, что у Team Spirit почти все было. У Дезераптора там респаунд тайм был, кажется, 15 секунд всего. То есть обычно в таких ситуациях команды не решаются куда-то идти. Думают, ну вот, мол, есть 4 из 5 персонажей. Тем более нет всего пятой позиции. Идти не стоит. Кстати, хорошую позицию занимает Спирит. И тут начинается драка. И БКБ сразу же от Dendy. Пока что все неплохо для Team Spirit. Но Dendy под БКБ и Life Stealer под Рейджем просто разрывают товарищи ФНГ. Сбирают ванскоро. Также Na'Vi пошли глубже под Святыню. Святыня, кстати, доступна. Но ее не прожимает команда Спирит. Прожали, по-моему, в конце, да. Но никого она не спасла, увы. За вивером погоня сбивает линку. Ну, генерал только сейчас дает лассо после сбитой линки через Open Wounds. Отличная работа от Na'Vi. Ну, вот сейчас уже, конкретно в этом эпизоде, можно сказать, что драться было невыгодно, потому что перефарм колоссальный у Na'Vi. Ну, просто артефакты сильнее. Вот эти герои сейчас... Как-то попробовать напасть первыми, но очень быстро среагировали ребята из НАТУ с Винцера. Номентально БКБ, Рейдж, да. Да, БКБ, Дэнди, Рейдж, Пайкат. И, ну, судя по всему, Na'Vi победят уже на первой карте. Забирают они бараки в миде. Остается всего одна линия наверху. И уже переходит туда Дэнди вместе со своими тиммейтами. Да, падает Т3 Тауэр просто нереально быстро. За считанные секунды барак милишный также падает. Ну, я думаю, что Team Spirit сейчас уже напишет ГГ. Да, это мега-крепы. И, пожалуй, у Spirit действительно шансов не так много остается. Но они пока что дерутся. Прыгает Фоба, стяжка. Но тут Слардар полетал под эту стяжку в Юле от Лишрака. Лишрак свое дело сделал, в принципе. Прыгает Урса, но получает оглушение от Лайфстилера. Неприятно. Снова ударчик, снова башер. Гуд гейм. Ишет Айсберг. И команда Spirit проигрывает на первой карте. Против Natus Vincere. Но это best of 3. Поэтому все еще может быть в этой серии. Фанаты в Spirit прошу не расстраиваться. Хорошая игра получилась. Динамичная. Очень интересная с точки зрения просмотра. Но, откровенно говоря, у Spirit мало получилось комбинаций, которые они планировали. Вообще не получилось, честно говоря. Даже вот в файтинг, где у Рошана, они, казалось бы, вроде неплохо залетели. Но, опять же, очень вовремя среагировал пайкат, нажав рейдж. Остальные герои успели выйти из кинетик филда. И получилось так, что, ну, по сути, про кастом ни по кому не попали ребята из Spirit. Заслуга — это команды Na'Vi в первую очередь или Spirit не играли? Мне кажется, что Na'Vi просто очень грамотно построили себя вот в этой игре. Построили свои драки. Очень быстро взял BKB Dendy сразу же после приобретения Dragonlance. Рейдж Урса у Лассилера само собой работает на ура. Это мы понимаем. Но саппорты, которые держали дистанцию постоянно, и Битрайдер ни разу не представлялся, что самое главное. Постоянно облетал. Он нарушал строй команды Spirit. То есть само поведение команды Na'Vi в драках и в этой игре, оно было на неплохом уровне, на мой взгляд. Да, я тут слабо и не стану спорить. Сто процентов так и есть. Но в любом случае, мне кажется, что Spirit отыграли не самым лучшим образом. Ну, вначале они действительно очень хорошее преимущество для себя получили. Но впоследствии в тимфайтах Na'Vi их переиграли на все сто процентов. Мне кажется, все-таки могли Spirit фокусить очень быстро того же Shadow Finder. Да, не обязательно даже через вот эту комбинацию. То есть просто FNG врывается, вслед за ним врывается айсберг на Урсе, начинает SF оберсить и спасти его особо нечем. Мы можем вернуться к обсуждению того, что Dagger не приобрел быстрый Урс, решил пойти сначала через Доминатор, в то время как его коллега по команде тоже брал Доминатор, это Darkseer. Но не получилось сохранить темп просто у Team Spirit. Позволили они нафармить основные артефакты, которые были необходимы Na'Vi. Это БКБ на Dendy, это Armlet Dizol на Lifestealer. И уже с этими артефактами Na'Vi просто перехватили инициативу и довольно жестко задавили Team Spirit. Конечно, Na'Vi выглядит пока очень уверенно, судя по первой карте. Ну, согласись, Влад, что, пожалуй, тут действительно не без ошибок команды Spirit, но и Na'Vi были хороши. На высоте. Да, на этом, пожалуй, мы подведем небольшую черту. Сейчас мы видим последние хайлайты на своих экранах. Но это драка как раз-таки, когда еще Spirit доминировали. А вот здесь уже все очень быстро переменилось. Вроде как добиваются SF, но заметь, что все герои, которые оставшиеся здесь, погибнут у команды Spirit. По-моему, только один герой выживет, если я не ошибаюсь, а то и никто. Нет, Урса. Нет, Урса погибает, и вот Вивер сейчас круг пробежит. А, Вивер, да, сейчас сделает таймлапс, сделает, да, и повернется на Firefly. Его догонят здесь и добьют. Это Team Vibe был для Na'Vi. Да, ну и на этом моменте уже стало понятно, что у Spirit довольно мало шансов. И вот здесь нужно отметить, нам не показали в хайлайте, но нужно отметить Огрмага, который занял позицию в этом эпизоде и выдал оглушение по Урсе, который подходил со стороны леса команды Na'Vi. Да, опять же, если Урса идет с той стороны, очевидно, что и вся команда Spirit находится там. Na'Vi поняли местоположение своего оппонента и просто сделали хороший тимфайт и выиграли игру. Все замечательно, действительно, мы начали за здравие, надеюсь, так и продолжим. Команды намекают на то, что они все неплохо делают, на хорошем уровне. Немножечко пока остается вопросов к Team Spirit. Парни, я думаю, сейчас подсоберутся, сделают выводы, небольшой тимтолк. И вторая карта обещает быть еще краше, еще интереснее. Друзья, пятиминутная рекламно-музыкальная пауза под ваши фото, которые вы нам присылаете. И мы вернемся к вам со второй картой Na'Vi против Team Spirit. Оставайтесь с нами. Е-гейминг-бетс. Ставки онлайн для всех поклонников киберспорта. StarCraft 2, Overwatch и CSGO, Dota 2 и Hearthstone. Выбирай, экспресс-сценаряд событий или лайв-ставки на игру, которую ты смотришь сейчас. Разбираешься в Dota 2? Сделай прогноз на пики и банды команд. Играешь в CSGO? Предскажи количество раундов в конкретном матче. Ежедневные квесты для всех участников проекта и лучший выбор платежных систем. С 2011 года более 600 тысяч пользователей делают ставки на все самые интересные события онлайн. EGP.com. Ты точно знаешь!